Выхода нет. Для этих людей хит в исполнении петербуржца Александра Васильева скорее суровая реальность. Блокада одного из подъездов 238 дома по улице Юрина продолжается уже не одну неделю. Именно в этом месте коммунальные службы провели земляные работы. Провели достаточно быстрыми темпами, уверяют жители. Но другое дело, что процесс возвращения былого вида двору явно затянулся. Сейчас здесь одна большая лужа. Пострадало не только полотно, но и бордюрный камень. Разбросанные по территории бетонные конструкции едва заметны в темное время суток. Пешеходы, которые регулярно выбирают этот маршрут, рискуют получить травмы. Местные уверяют, случаи падения уже были, к счастью, без серьезных последствий. Эту съемку мы специально организовали в вечерние часы. В темноте задача дойти до нужной точки маршрута, не запнувшись о бордюрный камень и при этом не утонув в грязи, практически невыполнимая. А еще заледенеет и будет каток. Люди будут падать и ходят. Вот люди там по окошку. Там можно вообще голову сломать. Если упасть, то упасть. Еще и сосулька упадет на голову. Да, если туда. Вот видите, что делается. Вот как нам пройти. И вот эта лужа у нас стоит все время. Красиво плывут. Вон те четырехколесные шоферы, которые не знают фарватер, добро пожаловать на станцию технического обслуживания. После погружения в неизвестность хрустят подвески и отлетают бамперы. Меняем локацию, но не тему. Вот эта вот беседка, она не в таком состоянии с камнями была, а был порядок. Она стояла здесь. Вот все было оборудовано. Светлана ведет борьбу с коммунальщиками за возвращение прежнего вида двору. Получается пока с переменным успехом. Изначально вот здесь была детская площадка. Немного левее парковочное место с железной оградой. Сейчас ни того, ни другого. Все потому, что мастера словно забыли об одной из обязанностей восстановить территорию. Размазали, пригнали сюда трактор, всю эту с грязью смешали и сказали, ребят, да вообще хорошо тут. Мастера, видимо, решили, и так сойдет. Жильцы дома с номером 6 по улице 80-й гвардейской дивизии с такой позиции не согласились. Инициативная Светлана отправилась по инстанциям. В различных ведомствах настойчивую девушку поддержали морально. По ступеням власти дошла даже до приемной мэра. К мэру города я обратилась, позвонила в приемную. Мне сказали, необходимо сначала обратиться в администрацию своего района. Если там же чего-то не решится, тогда будет решать через мэра. И у мэра есть замы, которые могут этот вопрос решить. Но, к сожалению, нам никто ничего не решил. До сих пор никто ничем не помог. Незадолго до начала всех работ жильцы в складчину облагородили уголок. Закупили материал, уложили ровным слоем. Небольшая горка гравия, как результат долгой борьбы с коммунальщиками. Девушка уверяет, это замена неравнозначная. Вместе с камнями в перемешку грязь и непонятный мусор. При этом как будто забыли о железной ограде, зеленой траве и детской площадке, говорит Светлана. В подобных случаях былой вид дворам должны возвращать все те же мастера, что и устроили раскопки, говорит наш эксперт, руководитель фирмы ДС-2 Владимир Литасов. И добавляет, для начала нужно узнать, кто все-таки раскопал территорию. Если ремонтировала управляющая компания, бывают такие ситуации, когда к дому подходят, то, конечно, управляющая компания обязана закрыть раскопки, то есть восстановить благоустройство. Если все-таки теплоснабжающая организация или ресурс снабжающий, или не важно, водоканал, значит, тогда необходимо обращаться в администрацию района о том, что не принимаются меры по восстановлению благоустройства. Однозначно. Ну а дальше у администрации района соответствующие полномочия есть, привлечение к административной ответственности тех нерадивых, кто все-таки создает неудобства жителям и не закапывает, ну так называемый раскопки, не устанавливает благоустройство. Вот так советует действовать наш эксперт. Апрессовка прошла, ямы остались. Сейчас некоторые районы города усыпаны рвами и траншеями. Закрыть их до зимы мастера уже вряд ли успеют, уверяют барнаульцы. Всему было свое время. Напоминаю, телефон нашей редакции прежней 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. Встретимся на следующей неделе во вторник. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Информационный канал «Город».